Псалом 128 Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. Этот псалом находится в связи с предыдущим. Так как построение храма было прерываемо, и дело не приближалось к концу, то пророк желает внушить иудеям добрые надежды, чтобы они не отчаивались. К примерам прошедшего располагает их смело ожидать будущего и научает говорить эти слова. Какие? Враги, говорит, часто нападая, не могли преодолеть и не одержали полной победы, хотя они брали пленных, переселяли их в чужую страну и во многих войнах побеждали. Но и тогда побеждали не собственные силы, а по грехам иудеев. Притом не остались победителями до конца. Они не могли не совершенно истребить рода иудейского, не уничтожить города, не окончательно погубить народа. Но будучи на короткое время по пущению Божию победителями, они слово были побеждаемы. Чем были побеждаемы? Тем, что иудеи возвращались к прежнему благосостоянию. Это и выразил другой переводчик, сказав, «Но не одолели меня. На хребте моем делали грешницы, продолживши беззаконие свое. На хребте моем орали оратые, проводили длинные борозы свои». Что это значит? Они, говорит, строили козни. Не как случилось, но с великими усилиями и хитростями, составляя обманы, нападая тайно. Выражение «на хребте моем» означает или хитрость и коварство, или напряженность и великую силу. То есть они старались сокрушить самую силу мою. «Делали беззаконие». Что, говорит он? Показывает, что они нападали не только силой, но и с великой настойчивостью, употребляя много времени, обращая к козне занятия и продолжая действовать непрестанно. Между тем, они, говорит, не имели никакого успеха. Не по нашей силе, а по силе Божией. Поэтому, указывая на того, кто воздвигал трофеи и доставлял победу, он и присовокупляет. Стих четвертый. Но Господь праведен. Он рассек узы нечестивых. Хорошо, сказал он. Рассек, чтобы лучше показать, что Бог сделал замысл их совершенно бесполезными. И действительно, когда город стали строить снова, многие с недаймой зависти нападали со всех сторон. И делали это не раз или два, а многократно. То на нее постоянно нападали все. Тоже было и с церковью. Сначала цари, народы, властители, потом коварные еретики. И со всех сторон поднимались против нее великие и разнообразные войны. Однако ничто не одолело ее. Враги сокрушены, а церковь процветает. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие. Сидящие сион. Да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает. Которую жнец не наполнит руки своей и вяжущие снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут благословение Господне на вас. Благословляем вас именем Господнем. Заключает увещание молитвы. Внушая бодрость слушателю и указанием на прошедшие и самые молитвы. И показывая несправедливую войну, причину. Они, говорит, подняли войну по зависти и ненависти. Поэтому и восклицает. Да постыдятся назад все ненавидящие сион. Не только пусть будут побеждены, но при том постыдно и позорно. Потом сказал. Да будут как трава на кровлях. Останавливается на этом подобии. Сравнивая их не просто с травой, но с травой на кровлях. Хотя трава и на тучном поле скоро увядает. Но он желая сильнее выразить ничтожность противников. Сравнивает их с травой на кровлях. И таким образом показывает их непрочность двух сторон. И свойством травы, и свойством места. Таковы, говорит, замыслы врагов. Они не имеют ни корня, ни основания. Но на короткое время кажутся светущими. А потом обличаются и падают сами собою. Таково и благодетствие живущих нечестиво. Такова слава житейских благ. Они лишь только являются, а то, что исчезают. Не имея ни основания, ни силы. Вот почему не должно прилипать все к ним, но, представляя их скоротечность, стремиться к предметам вечным, непоколебимым и неподвергающимся превратности, которых расподобимся все мы. Благодать и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.